Здравствуйте. Здравствуйте. И с этими людьми мне предстоит два дня торчать в палатках и бухать. Я уже не знаю, что делать. Пункт первый за отъезд. Примитивная примяция очень полезна. Господа шок-контент. Группу минских блогеров, алкоголиков и просто хороших людей выбросили в лесу, и теперь мы будем выживать как можно. Но выживем мы точно, хотя бы потому, что у нас имеется продукт и меч. Так что все нормально, жить будем, жить будем неплохо. Субтитры делал DimaTorzok Господа, вы не поверите. Если выкинуть лесу 10 человек, то вот эти водки начинают неистово жрать водку. Вообще в лес со своим кальяном это идейно. А я по этому поводу беру, наверное, вторую. И приступаем, собственно, к процессу. На хрен мы сюда полезли, никто реально не знает. Ты согласен? Мы проплыли уже метров 100 примерно. Зачем... Слушай, нас опять в берег несет. Да, твою же мать. Ребят, блоктуры и алкоголизм это очень тяжело, если честно, поверьте мне. Мы мокрые сверху, снизу и, походу, изнутри, да? Я думаю, что это дело надо отметить, потому что, простите, но просто так плавать невозможно. Кстати, если кто будет выбирать перцовку... На, держи вот это сначала. Так вот, ребят, возвращаемся к тому же вопросу. Вот так выглядит на Лебоке Голд, которая новая перцовочка. Ну, единственное, у меня к ней претензия, что она на спирте люкс. Вы все знаете, что я люблю альфу. Но перцовка достаточно мягкая. То есть, если кто любит мед, но не любит перец, это, в общем-то, само то для вас. Водку будете? Будем. А я вам не дам. Не, ну вы смотрите, какие наглые пошли, а. Нас сейчас будут брать на абордаж. Просто я единственный, кто в этих двух лодках все-таки что-то с собой взял, потому что я молодец. У нас есть весла, у нас есть водка, что еще желать порядочному человеку. Спереди, вот там, но вы не увидите, я даже показывать не буду, там купаются утята. Но они паразиты, когда нас видят, отплывают все дальше. То есть, они не хотят общаться с серьезными пацанами, да. Дождь усиливается, погода портится. Так что Беларусь, ребятки, это не легкие Европы, а я думаю, что это мочевой пузырь Европы, судя по обстановке. Итак, с вами снова собратья по несчастью Гребибля и Гребубля. Ребят, мы здесь уже час, наверное, наплывем, нет? Нет. Но ощущение, как будто часа четыре. Скажи тост. Перевожу со старо-белорусского на понятный. Заводную систему нашей родной Беларуси. Ура, товарищи! Пейзаж абсолютно однообразный. Рыбы с нами не здороваются, утки от нас убегают. Это видео в очередной раз подтверждает вот эту вот великую истину. Два дебила – это сила. Сила. Реально, если я сейчас нырну в эту воду, то я не почувствую разницы совершенно. Это, скорее всего, именно так и будет. Ничего не изменится. Потому что единственное, что у меня осталось сухое, это запакованные орешки в полиэтилене, которые я еще не открывал. Из-за этого я, собственно, и выпью. Капитан? У меня и орешки уже мокренькие. Я думаю сместить с должности капитана, потому что у него уже намокли орешки. А, как вы понимаете, капитаном человек с мокрыми орешками быть не может. Ладно, плывем дальше. Самое интересное, что мы потеряли всех. Мы плыли шестью байдарками. Мы на данный момент пятая. Шестая нас не догоняла. Эти куда-то уплыли. Короче, это жопа, ребята. Это полная беспросветная жопа. Случилось несчастье, закончилась водка. Мы реально не знаем, чем заниматься, и мой капитан сошел с ума. Вот так последние пять минут я и плыву. И комары. Закончился дождь, появились комары. Ребятки, у меня к вам один совет. Пейте дома, не вылазьте на природу. Потому что это, ну вы поняли меня, да? Это капец. Байдарки, это офигенно. Вот просто надо посмотреть на вот эту вот тусовку, которые радостно обсуждают то, что в них есть шатер и наконец-то нет дождя. Вот это называется блок-тур. А не вот эта бутербродная тусовка, на которую вы привыкли ходить. Я думаю, по моей морде читаются все мои страдания сейчас. Вот я не знаю, десять, двенадцать взрослых, в общем-то адекватных людей. Мокро очень. Влажно. Влажно. И важно. Шил какой-то, бухла нету. Ну где бухло? Офигенчик. Погода просто шепчет. Ласковые слова. Ты счастлив? Я очень счастлив. Я благодарю всех, я благодарю своих родителей, я благодарю Евгения. Комары? Да. Тебе понравилось? Очень. Ты поплывешь дальше? Естественно. Охренеть. А давай просто забухаем и пошлем их всех нафиг. У нас осталось где-то 16 спонсорских бутылок, поэтому мы начинаем и скорее всего мы остаемся в этих кустах. Это, ребята, это капец просто. Я не хочу ругаться. Кстати, господа, наш руководитель, из-за которого мы ночь проторшали в палатках с комарами, весь день проплыли в байдарках с водой. Вот из-за него все наши беды. Это да, из-за него. Запускай. Не хотелось бы, чтобы от этого пострадал. Сейчас на нас ляжут эти дятлы. Господа, мне выпала честь первому протестировать вот это и, наверное, скоро связь прекратится. Ух ты бляха. За что ты так издеваешься над людьми? Я за здоровый образ жизни и через, скажем так, через природную красоту я пытаюсь людей вывести на истинные ценности. Вот эти фоткают водку. Эти я вообще не знаю, чем занимаются. А поплыли с тобой на байдаре? О, ты жив еще? Не хочет. Посмотри, что он делает. Мохренькая попка? Я настоящий фотограф. Да, мохренькая попка. Уронили водку на пол, оторвали Женьке руки. Такого договора вообще не было. Мы так не договаривались. Стой! Не ходи никуда. Дай это сюда. Спасибо тебе, добрый фей. Только так. Может полегчать порядочному человеку. Как пел Гребенщиков, мама, я не могу больше петь. Да ладно. Но то Гребенщиков, это был не я, поэтому могу. Гребись отсюда. Гребись отсюда быстрее. Разворачиваемся. Дамы и господа, и Библия, и Гребубля снова вместе. Водку мы, естественно, оставили там, потому что больше просто физически уже не можем. Ты готов? Гребубля. Поехали. Я наконец-то понял разницу между байдаркой и каноэ. Мы в каноэ, да? А то, что не каноэ, это байдарка. Это очень легко определить по названию, но по внешнему виду я пока еще не насобачился. Вчера вода была снизу, сверху, слева, справа, спереди и сзади. И ветер по своему обыкновению поддувал одновременно со всех четырех сторон. Ощущение, что я в Питере просто оказался. А сейчас вроде нормально. Красота вокруг. Так что мы куда-то плывем. Помаши ручкой. У нас вода только снизу. Да, сегодня вода только снизу, и я надеюсь так и останется. Поэтому мы погребли дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова